твой взгляд, задам вопросы, которые написаны. Вот, например, есть у нас вопрос от Олега. Света, как ты думаешь, почему западные праноеды не говорят про депривацию сна? И знакома ли ты с кем-нибудь древним автономом? С каким-нибудь древним автономом? Я знакома с несколькими автономами, которые больше пяти лет не кушают, но это те люди, которые не готовы выходить на публику. Да, я действительно с ними знакома, я знаю таких людей, и они достаточно интересные и глубокие. А что касается, почему западные, почему они мало говорят про депривацию сна, но, как я по себе ощущаю, что депривация сна – это иное состояние. То есть, когда мы убираем еду и жидкость, это первая ступенька, как я уже говорила, да, и она такая достаточно лёгкая по сравнению с тем, что она ступает на депривации. И когда мы говорим про депривацию, у нас появляются те моменты, которые в общепринятом понимании называются волшебством. и как раз на марафоне я рассказываю, насколько это просто, когда ты это осознаёшь, что с тобой происходит. Пошагово я могу рассказать то, что с тобой происходит. Но на основе вот этого всего снимаются даже фильмы, фантастика. Это снимается вот эта фантастика на наших базовых настройках. И если люди массово заговорят о том, что с нами происходит вне сна, то, я думаю, нас будут просто поодиночке отстреливать. Это, конечно, образное состояние выражения, да, но это никому не нужно. Такие люди, они, в принципе, они неудобны. Они, ну, наверное, те люди, которые должны быть где-то в тени и научать каких-то там сверхлюдей. Но я могу, ребят, сказать абсолютно точно, что те сверхлюди – это мы с вами. Ещё сверх, чем мы не придумали. Тишенька, можно потише? Сверхлюдей, чем мы с вами, их не придумали на самом деле. И у нас с вами настолько глобальные и обширные вот эти вот возможности, что, наверное, не каждый готов это принять. И именно поэтому не каждый готов об этом рассказывать. и я не готова рассказывать на большую публику то, что происходит, потому что это неудобно для многих. Ну, это неудобно, это неправильно в нашем мире. И это, если кто-то не в теме, то, наверное, это будет даже звучать, как, ой, там, ещё одна фантазёрка себе напридумывала. Кто-то, и чтобы исключить вот эти вот какие-то негативные отзывы, потому что, ну, не совсем приятно, наверное, их читать. Хотя, наверное, в этом состоянии, вот как я по себе знаю, они, то, что люди пишут какие-то неприятные отзывы, а их бывает всё больше и больше, это они пишут. Я понимаю, что они пишут не мне, и они ко мне абсолютно не относятся. Но чтобы именно рассказать, что происходит на депривации, в тех тонкостях и в тех деталях вам никто не будет рассказывать в открытых эфирах, потому что это абсолютно другое состояние. И даже если бы мне рассказали это буквально несколько месяцев назад, я бы, наверное, тоже бы как-то не совсем это приняла как естественный процесс.